В белорусском городе Могилёв в середине 19 века в бедной многодетной семье родился мальчик Коля Николай Судзиловский. Мы самый любимый белорусский революционер мирового масштаба. Мне жаль, что о нём мало знают. Мне кажется, что современники мало писали о нём из ревности. Вы только послушайте его биографию, которую я рассказываю очень широкими мазками. Коля поступил на юридический факультет Петербургского университета, как Путин и Медведев спустя сто лет. Участвовал в студенческих волнениях, после чего был вынужден перевестись в Киевский университет, но уже на медицинский, на всякий случай. Организовал хождение в народ-интеллигенции в городе Покровск, который нынче город Энгельс, Саратовская область. Работал в тюремной больнице в Николаевске, это ныне Пугачёв, и уставил побеги заключенных, после чего сам бежал за границу, когда попался. После побега основал социалистическое движение в Румынии. Встречался в Лондоне с Карлом Марксом при Энгельсу. И был одним из организаторов восстания болгар против османского владычества. В Болгарии тоже порядок навел. Переехал в Сан-Франциско, где немедленно открыл свою клинику и обвинил православного епископа в педофилии и растратах. И начал сражаться с РПЦ. Переехал на Гавайские острова, прикупил там кофейную плантацию и работал доктором. Научил аборигенов революционной борьбе. И стал первым, президентом. Да, на Гавайях. После того, как Гавайи были поглощены США, все равно стал президентом, но президентом Сената Гавайских островов. Но второй срок не заладился. Уехал в Японию. Ба, а тут русско-японская война подоспела. И в Японии появились 60 тысяч русских военнопленных. И Николай развернул среди них революционную агитацию, чтобы они, вернувшись в Россию, свергли царя. Но потом консервативным японцам это показалось неуместным. И Николай уехал на Филиппины, а потом в Китай. Попутно открыл кучу островов в Тихом океане. Но перед тем, как покинуть Японию, именно Судзиловский уговорил японские власти отпустить русских военнопленных. Как уговорил? Да на японском. Знал 10 языков. Занимался генетикой, этнографией, энтомологией, химией, биологией, агрономией. Это помимо медицины, революционной деятельности и стругания детей на всех континентах. Ну еще бы. А так же четверых установил. Новейший философский словарь. Называет Николая Судзиловского первым и последним энциклопедистом 20 века. Он не возвращался в Россию. Сначала ему было некогда, а потом он все понял. Но советское правительство платило ему персональную пенсию с 1921 года. И между прочим, это 100 рублей золота. Вплоть до его кончина в 1930-м. А умер он в Китае. Похоронен в Японии сыном по фамилии Ахара. Он настоящий самурай. Даже круче. Белорусы. Они такие. Белорусы. Вы же такие. Не сдавайтесь, пожалуйста.